Ведомственная медицина чуть-чуть лучше подготовлена в данном случае. Почему? Потому что ведомственная медицина сохранила ту вертикаль управленческую, которая, ну скажем, назовем это остатки той системы, которая нам досталась после Советского Союза. И система здравоохранения тоже была построена примерно по такому же принципу. Сверху вниз, когда решения, которые принимались на уровне министерства, безукоснительно выполнялись на местах. Что мы видим, к сожалению, то, что я могу наблюдать со стороны. Ведомственная медицина лучше подготовлена. Да, кто-то может сказать... Ведомственное вы имеете в виду министерство. Да, на сегодняшний день я могу сказать про министерство внутренних дел. Возможно, я общаюсь с коллегами из министерства обороны. Там точно так же сохранена вертикаль жесткая и идет жесткий контроль за теми решениями, которые принимаются, и жесткий контроль за исполнением. Я могу сказать, что на сегодняшний день по количеству наличия кислородных концентраторов, по количеству медикаментов, по количеству медицинского персонала, действительно, ведомственные структуры на порядок отличаются от муниципальной медицины, так называемой. И, как бы это, может быть, грубо не звучало, но реформа децентрализации, которую мы сейчас наблюдаем, которая сейчас в разгаре, она немножко сбивает с толку всю систему здравоохранения, потому что, если раньше вся система здравоохранения замыкалась на центральном, скажем так, органе управления, то на сегодняшний день бюджеты перераспределены таким образом, что больницы финансируются из местных бюджетов. В результате решения Министерства здравоохранения носят рекомендательный характер, и на местах мэры городов, мэры областных администраций, они больше, скажем так, влияют на ту медицинскую отрасль, которая находится в их подчинении. Я думаю, что и это тоже стоит обратить внимание, и не стоит, наверное, обвинить только одного министра, например, здравоохранения или санитарного нашего врача, которые на сегодняшний день являются мишенью практически для всех и обвиняются во всех, скажем так, проблемах, которые у нас существуют в медицине.